И разные новые термины возникают, и data, например, большие данные, data mining, data mining, то есть копание, поиск этих данных, раскопки. На самом деле, чтобы найти данные, иногда нужно очень серьезно покопаться, и мы об этом поговорим, что они бывают разные и очень сложности именно на самом деле. Не торопится открывать данные, мы об этом тоже будем говорить, но это очень важный источник, особенно, мне кажется, для МКО, потому что он открытый. И там действительно могут быть интересны какая-то информация, полезная для граждан. Бизнес, важный источник данных, но с бизнесом сложно, бизнес не открывается, они их сами используют. У них терабайт информации, но они их используют для своих целей, в частности для маркетинга, для рекламы, для улучшения пользовательского взаимодействия, и взаимодействия с ними, но такими данными бизнес не торопятся делиться. То есть мы можем видеть только это в виде проектов, скажем. У Яндекса много проектов на открытых данных, но они самими данными не делятся, и Делес уже сервисом на этой основе. Ну, граждане могут быть источником данных, мы об этом поговорим, каждый из нас генерирует много данных. А есть ли у кого-то здесь из присутствующих фитнес-браслет, например? Или какой-нибудь еще? Что, Алексей, нет? Ну, есть устройство, которое сегодня позволяет каждому человеку копить из себя массу информации, накапливать всю такую маленькую пик-дейту, чтобы потом делать какие-то выводы, да, сколько вы спите, сколько вы едите, много ли вы движетесь в день и так далее. Ну и НКО как источник данных. У каждого есть, наверное, база, по крайней мере, я слышал с Надеждой, есть база, да, как благополучатели, какие-то контакты. Эти базы растут и увеличиваются. Плюс всякие хорошие владельцы сайтов сегодня, потому что НКО, конечно, следят за аналитикой сайтов. Это тоже отдельная база. Она огромная, как люди взаимодействуют с сайтом. И вчера я слышал, например, на презентации у нас здесь тип личный, говорил, создатель сайта, ну, какого-то благополитного фонда, что к ним приходят чаще мужчины, чем женщины. И тоже вот удивительные выводы можно сделать, просто проанализировав статистику, даже хотя бы вот так вот поверхностно. А если копнуть, если посмотреть, как люди работают на каждой странице, там очень много данных. Ведь в интернете можно записать каждое движение вообще пользователя, сколько он провел, секунд, минут, мышка и так далее. Но это вот один источник данных очень мощный. Я бы сказал, что он для всех интернет. Очень часто путают понятия big data, open data. Давайте мы по-хорошему об этом. Есть такое понятие, как большие данные big data. Большие насколько большие? Это значит очень большие. Я слышал несколько определений, и надо сказать, что цифра постоянно растет. Ну, например, одно из последних – это такой биоинформации, которую невозможно обработать в одном компьютере. Сколько у вас жесткий диск, например, в компьютере? Терабайт есть? Около-нибудь. А два терабайта? Побольше. Побольше. Ну, вы выпадаете из выборки, Елена. Ну, вот у меня примерно терабайты в компьютере. Но это значит, что вот все, что больше – это уже для нас big data. Для Елены big data будет, может быть, 10 терабайтов. Не, не влезет. Нет? На 10 терабайтов. А, уже на 3 терабайтов. Ну, вот видите. Вот, скажем, это утечка из Панамы. Уже Алексей по ней упоминал. 2,6 терабайт из панамских офшоров было слито. 2,6. Мне в их компьютер не поместилось. Вам? Вот Елене может быть поместилось. Но ведь надо учитывать, что их надо будет после этого сортировать, обрабатывать. То есть, надо еще место оставить под обработку данных. То есть, мы с вами вот с таким объемом уже бы не справились. Вот это уже big data точно. Но если говорить о объектах серьезных на самом деле вещах, то есть компании, которые генерируют в день по 100-200, 500 гигабайт информации. И, представляете, сколько это копится, какие нужно иметь архивы там для этого. И это уже точно big data. И это надо с особым вниманием к такому относиться. Мы можем записывать сами, в принципе, все. Каждый свой шаг. И это будет тоже. Но, с другой стороны, что с этим делать? Не всегда приходит в голову, как это обрабатывать. Поэтому люди, аналитики, которые это умеют делать, сегодня ценятся. Вот здесь несколько кейсов. Эта презентация будет опубликована на сайте Теплицы. Вот вы потом по ссылочкам сможете перейти и более внимательно почитать. Этот кейс все рассказывают. Я тоже расскажу с большим удовольствием. В сеть магазинов Татаржет однажды отправила рекламный буклет в семью, в котором была 13-летняя девочка. В этом рекламном буклете была информация и предложение для беременных. Отец разъяренный прибежал в магазин и сказал, что так неправильно. Надо сказать, что эти буклеты сеть магазинов отсылает персонализированной. То есть это не то, что, скажем, мы часто видим, где там пачками вот такими вот что-то рассылается. Это персонализированный каталог. Они это делают выводы на основании просто покупок. То есть они каждого фиксируют. По кредитной карточке ли, на карте постоянно по покупателям. И все это отслеживается, копится. И делают вывод, что если покупают те или иные товары, то скорее всего вот кто-то. И вот на 80% примерно они тогда были уверены, что есть беременная женщина. Отец опроверг, но потом спустя две недели сказал, что да. Извините, мы сами не знали, но это да. Этот кейс, его публиковали в разных журналах. В том числе вот тут ссылка на Forbes. Самая первая публикация. Это пример того, как работают открытые данные. Вот очень интересный проект. Next Rembrandt, может быть, видели. Ученые из сферы данных и в то же время из сферы искусства объединились. Отсканировали все работы Rembrandt. Причем не просто вот поверхностно, но и в 3D. То есть там в эпиферичном мазков. Они собрали огромные гигабайты информации о каждом изображении. И они создали в итоге картину, по ссылке по тому, что отдельно посмотреть, они создали картину, которую искусствоведы, в общем-то, могли бы отнести к творчеству Rembrandt. Они ее напечатали на 3D принтере, просто проанализировав все существующие изображения. Ну, здесь вот еще фитнес-трекер. Нам еще два кейса очень коротких. Вот в одном случае пользователь пожаловался в саппорт, в поддержку, что что-то трекер говорит моей жены, дает неправильную информацию. У него на тренировке почему-то пульс, ну, говорит, что зашкаливает. А обычно это был нормальный. Ну, давайте посмотрим, вроде не ломалось, а потом оказалось, что он беремен. Ну, это та же самая история, понимаем, только по-другому. То есть фитнес-трекер уже было чувствовало, что что-то в организме не то. И сердечный приступ, совсем недавно это публиковали, новость о том, что мужчина попал в больницу, ну, за рубежом попал в больницу с сердечным приступом, и врачи не могли решить, там, я не медик, не знаю, две каких-то процедур, почти противоположных нужно было делать. И они хотели понять, то ли это у него резко сейчас, то ли у него это постоянно наблюдается. От этого зависело, что делать. Они обнаружили у него трекер, залезли в телефон, а телефон был не под паром, а Алексей бы не одобрил, тот, который рассказывал, но они увидели, что это у него регулярная, на самом деле, такая картина, и, соответственно, приняли верное решение. То есть тоже вот та информация, которая была накоплена, она, в общем-то, подсказала верный шаг. Ну, и очень коротко, работодатели сегодня, по данному Street Journal, вообще, так или иначе, потихонечку начинают следить за здоровьем своих сотрудников, чтобы те не заболели. Ну, это делается не гласно, не персонализировано, а общая информация, что там, где они отдыхают, куда они ездят, кем в магазины ходят. И занимаются люди спортом, это делает специальное агентство, плюс обращения все фиксируются к врачу, и делает целый, например, там, что у вас есть люди с расположенностью к тем или иным заболеваниям, и нужно принимать какие-то меры. Это будет раньше, чем... Да, 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 потому что это будет дороже, чем... И, наоборот, направить всех на фитнес-тренировку. Вот еще пример. Ученые пытались прогнозировать преступность. Они взяли на карту Лондона, наложили разного рода информацию. Демографическая информация, карта преступлений, и плюс сверху уже в режиме реального времени накладывалась информация о людях на основе их данных соцсотовых телефонов. То есть люди, вот скопление людей, плюс демографическая информация, ну и, очевидно, прямо скажем, положа руку на сердце, неполиткорректно, по национальному признаку. И данные преступления. И все это вместе позволяло говорить. Вот тут скопление людей, здесь часто бывают преступления. Тут есть, допустим, выход из Ближнего Востока, тут может что-то быть. Ну, пока точность не очень большая, но они ищут пути. И это самый первый шаг еще к тому будущему, который мы видим в художественных фильмах. Открытые данные. Это уже немножко другое. Мы сейчас говорили про big data, про большие данные. Теперь открытые данные. Данные, которые нам даны бесплатно и доступны не должны быть для всех. Это, как правило, источники данных государства, но, может быть, кто угодно и другой тоже. И сегодня у нас во всей стране происходит как раз открытие этих данных. Вот я рекомендую обратить внимание на сообщество Инфокультура. У нас один из ведущих экспертов в этой области и в объекте. Вот это его, как раз, геограмма. Здесь он показывает, есть открытые данные, есть данные государства, есть открытое государство. И все это вместе нам дает открытые данные государства, которые мы можем использовать. Вот есть закон, я понимаю, что длинная цитата, длинная цитата, я не буду ее читать. Я просто хотел сказать, чтобы были приняты поправки к закону, были приняты, с которых все открытые данные в нашей стране начались. Но там понятие открытых данных очень, оно размыто. И, скажем, когда мы, а мы сейчас общаемся в рамках деятельности Тихиплицы и в рамках деятельности университета с представителями нашего министерства, как краевого, насчет открытых данных. И они нам просто разводят руками и говорят, в законе не сказано, как они должны публиковать. Есть некие растущие фразы, что-то там условно опубликовано, но что-то должно быть опубликовано именно условно в таком точно формате, этого нет. И от этого мы посмотрим с вами, каким возникают проблемы. Вот есть 8 параметров, по которым можно эти данные открытые охарактеризовать. Полнота. То есть все должно быть полностью, без пропусков. С этим трудно. То какого-нибудь года не хватает, то месяца, то мы получаем таблицу скачиваем 5500 срок, половина из них просто нули. Ну то есть вроде бы дали данные, а там нули. Ну то есть нет W на самом деле. А формально они есть. И формально написано, что там 5500 значений. Первичность. Ну то есть данные должны быть опубликованы вот именно в этом, то есть прямо от источника. Нет вот там посредника, далекого, а именно вот сам источник должен их публиковать. Своевременность – это оперативность. Доступность здесь, понятно, все могут скачать и взять. Пригодность к машине обработки, ну вот это уже немножко сложная может быть история, но это о том, что мы можем большие данные обрабатывать только с помощью специальных программ. Не вручную. И для этого нам нужны специальные форматы файлов. Отсутствие дискриминации к доступу. Есть некоторые сайты, которые требуют, наверное, государственную там регистрацию на госпортале услуг или там еще что-нибудь, вход по СНИЛСу. Ну это все, в общем, противоречит вообще-то концепции открытых данных. Отсутствие проприетарных форматов – это опять об использовании, например, ну Excel – это формат Microsoft, а не распространенный формат. То есть должны быть форматы другие. Лицензионная чистота – это возможность использования без всяких проблем своих проектов, то есть открытая лицензия без всяких ссылок, без выплат и так далее. Вот сейчас об этом на примерах. Вот смотрите. Например, просто ткнул Пермстат. Основные социально-кронические показатели. Годы 90-й, 95-й, 2000-й, 2005-й, 2009-й. Ну какие можно строить выводы, если здесь через каждые 4-5 лет, а потом уже каждый год. Но 4 раза в 5 лет нам картины никакой не дают. То есть полноты никакой нет. Пригодность машинной обработки – это отдельная песня. Вы можете, например, захотеть данные обработать и нарисовать. Я вообще этим уже не пользуюсь. Обработать и нарисовать, например, вот это загрязнение воздуха. Меня очень волнует эта тема. У нас в городе, впервые, я думаю, как в Москве, загрязненный воздух. Вот здесь, скажем, превышение ПДК, видите, 18 раз. Хочется нарисовать красивый график, да? А вот это в основе отсканированный ПДФ. Вы не можете оттуда вообще ничего скопировать, вообще никак, если только не пропустить через специальную программу, ну, вроде ABB, там, Reader, либо вручную перебивать сидеть. А если у вас такой 170-страничный отчет, то здесь ни открытости мы, конечно, не говорим. Дальше. Вот еще пример. Это у нас здесь школы города. Вот они, значит, на портале пермском сделали поиск школ. Например, к какому адресу относится та или иная школа. Вы можете это найти, но это их сервис. Мы говорим, дайте нам, пожалуйста, табличку, мы сделаем свой сервис. Потому что, вот смотрите, одно дело искать по одному адресу, другое дело наложить на карту, и картина будет совсем иной. Потому что вы вдруг увидите, что дом, который находится рядом со школой, относится вообще к другой школе. Этого так вот не увидят в такой форме. Они высылают сканированный ПДФ и говорят, у нас вот такой сервис есть. Но ведь в основе сервиса табличка, и она где-то у кого-то есть, но они и не делятся, нет, только отсканированный ПДФ. Отсутствие проприетарных форматов. Снова перестан, они наши любимые. То в ПДФ и выкладывали, то здесь вот док, файл, HTML. Последняя мода, почему-то надо веб-страницы публиковать. Там-то даже не всегда это в табличном формате, а просто какие-то вот цифры на поле с пробелами. Это какой-то ужас. То есть это использовать совершенно невозможно. Ну, здесь надо вспомнить о том, что еще тот человек, который придумал интернет, сформулировал уровни открытости данных. Тим Бен Норсли, который придумал HTML и вообще в World Wide Web, он сформулировал пять уровней. Первый уровень – это просто данные свободной лицензии. Вот это мы имеем точно сегодня. Данные в свободно читаемом формате имеем сегодня не везде, к сожалению. Данные в открытых форматах уже стоят редкость. Вот этот формат CSV, конечно, является, пожалуй, универсальным сегодня на данном этапе для всех нас. И мы его тут тоже используем чаще всего. Но не на каждом сайте он есть. Это обычная табличка, в принципе, ну, в таком текстовом формате. Через запятую, например, все данные написаны, для любой платформы подойдет. Вот это третий уровень – это вот то, к чему мы сейчас пока идем, мне кажется. Дальше. Данные в модели RDF – это вообще уже редкость, но это очень сложная модель. Там могут быть сложные графы и связи между данными. Это уже вообще редко встречается. Но и пятый уровень – это когда все данные будут связаны. Ну, не скажу за Европу, но мы где-то вот к третьему уровню стремимся и не можем пока, мне кажется, до него добраться. Какие данные выкладывает государство и что нас чаще всего может интересовать? Ну, вот статистика, например. Какая-нибудь статистика по разным-разным-разным сферам. Начиная от того, сколько школ в регионе, и сколько там собрали урожай зерна, и сколько там, не знаю… И, кстати, какая-то информация недавно появилась по отключению горячей воды, например. Это вот все там где-то, и это может быть интересно. Госзакупки – это отдельная вообще тема. Есть некоммерческие организации, которые за этим следят постоянно. И я их там еще дальше буду упоминать. И, в общем, они следят за госзакупками. Это очень интересная тема. Я занимался госзакупками тоже, причем это был такой даже небольшой стартап, это был мониторинг закупок. Эта тема очень интересная, конечно. Но тут есть одна такая тонкость, о которой недавно написал, кстати, Иван Бертин. Он написал о том, что мы все теперь здорово и классно эти закупки мониторим и выявляем по покупку там автомобилей шикарных, золотых унитазов и прочее. Но он говорит, надо вам следить не за закупками, а за исполнением заказа. Это более сложная работа, это уже, наверное, какой-то аудит общественный. Но, во всяком случае, часто сегодня, то есть научились маскировать как-то все, делать обтекаемо. А в результате получается совсем не то. Но, во всяком случае, идея давно уже такая, еще 94-й федеральный закон установил, что все закупки должны быть открыты. Я помню, что мы с большой радостью лет пять назад со студентами обнаружили, что руководство нашего вуза приобретает айфоны и айпэды. Этого не было написано, ну прямо там нельзя делать, но было написано телефон, допустим, там такой-то, такой-то, на айос и так далее. Это мы все узнали там, рассказали друзьям. Открытый бюджет. Сегодня в каждой почти, во многих регионах есть такой проект. Вы можете на самом деле посмотреть, из чего складывается бюджет вашего региона. Есть такой на скле, например, тоже. Какие-то статьи на что-то расходуется. Другое дело, что это такая же история, как и с госзакупками. Реализацию надо скорее смотреть, потому что теперь дальше, чем открытый бюджет. Ну, то есть, вообще, в принципе, мы можем просить открыть данные любые, которые не являются государственным таймом. Их очень много, на самом деле, этих данных. Вот Яндекс нам показывает, какие данные можно открыть. Скажем, вот здесь вот у них их сервисы перечислены. Товары и услуги, недвижимость, новости, вакансии, расписание транспорта, данные об организациях, статистика событий, объявления, датчики для данных услуги. То есть, у них, в общем, целая подборка сервисов по этим открытым данным, которые они используют в своей работе успешно. И, в общем, это, ну, привлекает очень большую аудиторию. Они умеют это делать действительно, наверное, лучше, чем все. Потом вы в презентации можете перейти на их специальный раздел и посмотреть там более подробно. О каждом из этих подборок рассказано. А как же используют открытые данные некоммерческих организаций? По статистике по российским нет, да, НКО. Ну, я думаю, что мы понимаем, что это делается не так часто, как хотелось бы. Мы только еще делаем первые шаги. Но вот есть исследование положения дел в европейских НКО. Здесь как раз говорится о том, в этом исследовании, что, ну, по крайней мере, 90% говорят о том, что они собирают данные. 90% говорят, что собирают. 49% ну, в общем, не знают, наоборот, о том, что их организация собирает данные. И только 5% используют в своей работе. А что нам мешает это делать? Ну, как правило, это не знание, что с ними действительно можно делать, как поможет в работе, как их собирать, как обрабатывать. Тут стоит учиться. Но и с другой стороны, да, надо научиться накапливать эти данные и что-то потом с ними делать. Что мы можем пока предположить? Из бытового опыта вы, наверное, собираете данные, какую-то условнообратную связь после мероприятия. Вот это уже маленькие данные ваши, которые вы можете использовать, если особенно много соберется не за одно мероприятие, а за год и там больше. Вы уже сможете делать какие-то определенные выводы. У вас есть контакты, у вас есть база НКО. Вы можете смотреть, как они меняются, как они продвигаются и что с ними происходит. То есть можно вообще выделить несколько направлений, в которых мы можем просто, пока не особенно меняясь, данные собирать и обрабатывать. Вот, скажем, буквально вчера нам презентовали каталог НКО. Это делает наш кировский коллега. Теперь это уже каталог НКО всероссийский. А не кировский. Из Кирова, да. 1079 НКО, 505 практик, 15 публических отчетов. То есть это открытые данные, в общем, которые опубликованы, выложены, все могут посмотреть. Но тут, вот я бы хотел сказать, все классно, но тут есть одна загвоздка очень серьезная. Мы сталкиваемся с тем, что открытые данные пока очень жестко пересекаются с законом о персональных данных. И это очень большая проблема, потому что мы по закону о персональных данных не можем вообще-то говоря о людях ничего рассказывать. Но опять такая же проблема, как и с открытым данным. Нет точных слов, что это есть. То есть вот имя, например, ну да. А что еще? Какие персональные данные? Вот, по-моему, когда директоры указывают контакты или фамилия, телефоны, это же не считается персональным. Вот, вот тут мы начинаем уже, да. Как раз, вот, допустим, здесь об НКО, если написать, мы не можем не указывать имя, да, директора. Но в некотором роде это было физическим лицом, это персональные данные. Ну вот, сейчас ищется как раз-то граница, и есть предложение как раз об изменении закона персональных данных, потому что пока здесь... Ну, надо использовать, значит, может быть, в каких-то случаях не персонализировано, а, ну, скажем так, анонимно. Для чего используют часто открытые данные в российских проектах и вообще? Ну, самое первое, чем мы говорили, общественный контроль государства, то есть приглядывать, присматривать, а что же они такое делают. Сегодня, в общем, эти сферы открыты, и мы можем это делать с помощью графика, с помощью карт, и смотреть, что меняется, но другое дело, какой это будет эффект, да. Аналитика или исследование, это речь идет о собственных каких-то проектах, вы можете анализировать собственную работу, ну, например, в интернете, или, например, со своими благополучателями, делать исследование какой-то проблемой, обоснование какой-то проблемы, таким образом, и показывать, что эта проблема существует как раз на основе суставоверных данных. И можно делать социальный бизнес-проекты, некоторые примеры мы сейчас посмотрим, как раз, которые работают на открытых данных, в том числе с возможностью монетизации. Вот здесь еще один слайд о том, как использовать. Я выделил данные живые и, так сказать, неживые. Вот живые данные, те, которые обновляются регулярно, и их использовать интересно, например, в сервисах или в приложениях. А вообще просто данные, статистику, здорово использовать для аналитики или обоснования проекта, например. Ну, то есть, смотрите, если мы просто берем какой-то набор данных, нам это поможет нарисовать график и диаграмму, вы говорили, правило, плево, описать, что она есть или нет, в какой мере, и так далее. А если у нас есть живые данные, которые могут меняться каждый, ну, не знаю, тут уже вопрос, может быть, хотя бы месяц, лучше бы день, конечно, или час, мы можем уже сделать сервис или приложение обновляемое. Ну, вы знаете, что там Яндекс.Пробки обновляют, ну, то есть, в смысле информация там в режиме реального времени. К сожалению, от государства мы этого добиться не можем, и, к сожалению, даже не все визы с компанией это делают по разным причинам. Скажем, у нас Олимпирский стартап решил на карту нанести данные Авито об аренде и о продаже жив-ширья. Ну, это, в принципе, интересная была бы история, но такие сервисы уже есть. Карта и там точками обозначены эти вот предложения. Но Авито эту информацию обновляет очень нерегулярно, у них такого обязанностей нет, и поэтому проект как начался, так и закончился. То есть, они сделали образец, показали, всем понравилось, ну и все. Идем дальше. Где открытые данные можно найти? Ну, вы все, наверное, знаете портал открытых данных российского нашего государства, data.gov.ru. Это самый крупный портал, на который теоретически должна стекаться информация со всей России, но это только теоретически, потому что опять нет никаких оснований у этого портала, по крайней мере, формально быть вот таким главным. То есть, вот он хочет быть главным, но не может, потому что нет обязанностей. И здесь надо сказать, что вот, у каждого региона есть свой портал. То есть, ну, это вот скриншот с того же самого сайта, здесь есть ссылки. Ну, вы видите, что не у каждого региона, во-первых, есть свой портал открытых данных. А там, где он есть, там предпочитают регионы эти данные накапливать. Не на общий портал открытых данных, а у себя. Скажем, если говорить о статистике, на портале открытых данных у Пермского края там какие-то не несколько десятков жалких наборов данных, а на собственном портале 800, уже почти 900. То есть, вот есть разница. То есть, регионы у себя их сохранят. И плюс, надо сказать, что еще и у муниципалитетов. То есть, например, отдельно города, ну, это, как правило, я вот, а, нет, муниципалитет. Это, как правило, города все-таки 100 тысяч и больше. Они делают свои порталы открытых данных, у себя их тоже выкладывают. То есть, если вы хотите разобраться в открытых данных, надо поискать. То есть, географически это может быть не находиться вообще в трех местах. Федеральный, региональный и вообще муниципальный уровень. Есть еще отдельная серия проектов, которая называется открытый бюджет. Это открытый бюджет города Москвы. Есть такие же в городах-миллионниках, в регионах. Там можно посмотреть, куда тратятся статьи бюджета. Вот это исследование. Как раз открыты данные крупнейших городов. Я уже говорил, что города больше 100 тысяч публикуют. Это буквально свежие данные. Это 2016 год. Видите, что в лидерах Тула, Новомосковск, Таганрог, Нижний Вартас, Нижний Тагил. Представляете, здесь нет Перми, например, потому что в городе Перми нет такого портала официально. Есть только у Пермского края. То есть некоторые города идут здесь впереди планеты. И все это здорово, что открываются данные. Для нас, для всех здорово. Есть также вот такой хаб открытых данных. Это энтузиасты. Некоммерческая организация информационная культура создала свой хаб. И туда собирает открытые данные, стягивает с разных ресурсов и сервисов. Тут тоже может вам пригодиться, если вы входите открытыми данными из-за анимации. Есть у использования открытых данных еще экономический эффект, надо сказать. То есть когда, например, говорят об использовании открытых данных, часто говорят о том, что это другая немножко логика. То есть есть, например, открытая, ну, например, вот есть у нас свобода информации, гласность, там, свобода слова и так далее. Это сферы прав человека. А когда говорят об открытых данных, то тут скорее акцент смещается уже в сторону какого-то экономического и социального эффекта. Потому что это то, что может помогать принимать решения на всех уровнях. Людям, чиновникам, допустим, некоммерческим организациям. Вот прекрасное исследование, мы как коллег из высшей школы экономики, они изучали сферу московского транспорта. И говорили о том, что если наборы данных общественного транспорта открыть, и вот они пишут как раз, что можно было бы сделать. Унишение времени поездки, унишение времени поездки на личном транспорте, ожидание на остановках, потребление бензина. Они посчитали общую, совокупную пользу, общую, не для государства, а для всех вообще, для граждан, для города. 58 миллиардов получились. Вот вы можете посмотреть, исследование очень подробно там указано, как они это все считали. То есть вообще толк от этого есть. Это не какая-то сфера такая эфемерная и в общем никому не полезная. Это довольно полезная сфера. Ну вот теперь как раз о том, какими разными бывают открытые данные. Мне приходится сегодня сталкиваться с открытой данной. Ну во-первых, потому что это интересно, во-вторых, потому что это может быть полезно, в-третьих, потому что хочется научиться и других научить. Вот мы смотрим разные открытые данные. Ну например, меня очень как-то зацепила очень давно информация, в смысле проект, например, создание криминальной карты. То есть сделать карту преступлений так, чтобы можно было понимать, где они сосредоточены в городе. То есть вот, например, на эту улицу не ходи, а вот здесь, например, этих преступлений бывает меньше. Но есть, конечно, недостатки у этого проекта. Это наоборот может помочь каким-то нехорошим людям сориентироваться на местности. Но очевидно, что горожанам будет здорово. В чем проблема? У нас такие данные не публикуют, так-в-в-в-д, никак. Вот, например, есть у нас вот такая вот информация, буквально недавно ее проэклонировали в социальных сетях. Это информация о преступлениях. Ну вот что мы с вами смотрим. В Пермском крае. Это годы. Вы видите, здесь поднимается вверх кривая и потом падает. Вот каждый год это происходит. В декабре кривая достигает максимального роста. Думаете, почему? Потому что хитрым способом здесь к декабрю нам показывают не то, что в декабре все идут на улицу дебошить, а просто это называется накопительный итог. То есть вот здесь складываются цифры. И графики получаются, мягко говоря, неверные. С другой стороны, что нам это даст? По вершине, да, спасибо. Тут вот единственная только польза от этого, что в третьем году было вот столько, в шестнадцатом вот столько, почему? Ну вот уже ползай в вопрос, да. Но остальное немножко будет заблуждение, почему-то не такие вот. И потом, что нам это дает? Я бы сказал, ничего. Ну то есть это не то, что средняя температура по больнице, это средняя температура вообще Тихого океана получается. Вот другая картинка, то же самое, Пермский край, портал по правой статистике. Есть такой, он на всю Россию работает, кстати, там вы можете найти и себя тоже, в смысле свой регион. Вот такая вот, тут столбики уже более-менее понятные и прирост. Я, правда, долго смотрю на этот прирост, сейчас мне не буду здесь открыть внимание, я не очень понял, почему тут, например, минус, тут минус. Ну, в общем, ладно, как вы считали, относительно какого нуля. Там друг с другом не очень соотносятся. Ну, хотя бы так, чем вот так, да. А теперь дальше, что может быть? Вот что сделали в Москве, например. Это издание Завиллаж, они сделали две таких карты. Откуда-то взяли информацию, в одном случае непонятно. Во втором случае взяли данные прокуратура Москвы. Ну, вот опять, пожалуйста, средняя температура по больнице. Видите, в центре всех преступлений, я вас поздравляю. А где мы сейчас находимся? В СВАУ? Где мы сейчас находимся? Да, да, в СВАУ. Вот я вас поздравляю, мы находимся в более-менее благополучном районе. Слава Богу, можно выдохнуть. У меня тут вот стоял ноутбук перед мастер-классом и пропал. Я бы думал, что все. Его, кажется, вы не помесли в новую комнату. Все-таки статистика не врет. Все нормально. Но это тоже нам ничего не даст. К чему мы стремимся, чтобы мне хотелось? Вы скажете, а что ты к этому пристал? Вот. Это новый портал Crime. Это называется Crime Reports. То есть информация, отчеты о криминале. Вся карта Соединенных Штатов. Увеличиваешь город, смотришь. Вот здесь я делал презентацию в прошлой неделе. 13 апреля, здесь, понимаете, угон автомобиля. Время указано, точка указана. Все, пожалуйста. Здесь все. Порабление со взломом, без взлома, насильственные действия. Ну, нам бы хотелось такого или нет? А? Вам бы хотелось такое? Так страшно. То есть лучше не знать вообще, да? Я разгляду... У них же все по-другому. У них же есть улица опасная и безопасная. У нас же все равномерно. Мы свезли. Причем, мне кажется, что в нашем случае это сделать не так уж и сложно. Потому что все равно ведь эти базы есть. Все равно ведь каждое преступление имеет привязку к адресу. Все равно ведь эти самые товарищи милиционеры, они не только на бумажках. Они же все это куда-то вбивают. Но, видимо, проводствуются как раз этим, что не пугать людей. А эта информация может быть интересна, по крайней мере, может быть, вы сейчас думаете, что нам это не нужно. Вы хотите переехать в новый район? Вы посмотрите на улицу, куда будете переезжать. Вы хотите прогуляться в парке? Вы посмотрите там. Я вот здесь смотрел, интересно, что в некоторых парках вообще ничего нет. То ли там не фиксируют преступление, то ли не происходит. Теперь давайте о проектах. Проекты совершенно разные создаются. Здесь я хотел бы сказать вот о чем сначала. Здесь такая диагностика возникает. Мы ее часто обсуждаем как раз на разных мероприятиях в Теплице, на хакатонах, на метапах со студентами. С чего начинается проект? Вроде бы с идеи, но в данном случае еще и с данных тоже обязательно. И тут, если нет у вас данных, идея не реализуется. Потому что данные надо будет искать. Идея может прекрасно. Это же карта криминальная, что-нибудь еще, какая-нибудь другая карта, какой-то сервис прекрасный. Данных нет. А данные не полные. Данные не обновляются. Ничего не получается. И наоборот. Куча данных сейчас выложена. Ну хотя бы даже взять портал Пирского края. 900 наборов. Мы смотрим, думаем, боже мой, что с этим делать? Все школы на Пироперского края. И что? Ну сделаем карту школы. Потом что? Видимо их надо как-то объединять с какими-то другими данными. Да? Рисовать какую-то комплексную карту. Но идеи нет пока. И привет. У нас был один проект, я очень хочу покажу, где как раз ребята с технической точки зрения, с точки зрения данных все у них было классно. Но идея, к сожалению, подкачала. Ну вот некоторые примеры. Давайте посмотрим. Росправосудие, например. Это отличный пример. Они мониторят все, что происходит в судебной сфере. И там можно найти действительно, ну по открытым данным. Надо сказать, что вообще-то говоря, это все открыто. База арбитражного суда открыта. И там есть некоторые открытые, ну только обезличенные и в судах общей практики, как это называется. В общем, это все здесь опубликовано, можно найти. Скажем, я находил дела, связанные с нашей управляющей компанией, которая пришла на наш дом. Много нового узнал, что у нас там управляющая компания не очень хорошая. Госпотраты. Ну это снова вот из той серии контроля за госзнакомками. Все можно посмотреть, кто что покупает, кто где, в общем, как-то пытается деньги увезти. Увести время автобуса. Очень много сервисов, которые информацию о транспорте нам показывают. Вот скажем, такие проекты теперь не редкость. Слава Богу, государство это выгодает. Датчики стоят. ГИГИО эти самые. Да, на автобусах, пожалуйста, нужно в режиме реального времени это делать. Есть приложение для мобильных, Яндекс это активно используют, ну и так далее. Ну и такие проекты в разных городах появляются. Вот этот сайт, например, обслуживает, ну если так можно сказать, несколько сразу городов. Там, например, Санкт-Петербург, Москва, Уфа, что-то, Казань и Пермь. Когда я вышел на карту Пермь, было написано все, Пермь, Уфа, Транс, не передает нам больше информацию. Вот так. И так получается, что уже карта Пермь там нет. Ну ладно, есть Яндекс Транспорт. Вот есть приложение довольно много, гид по культурным местам Ульяновска. Вот Надежда здесь как раз из Ульяновска. Вот это было сделано на Хакатоне. Прекрасная карта с использованием открытых данных, где что-то какие-то достопримечательности есть. В Иркутске делали подобный проект, там экологическая карта с дополненной реальностью. То есть вы можете посмотреть, где там находится переработка, где находится даже урна. То есть вы встанете в центре, включите приложение, вы увидите, где ближайшая урна. Это же прекрасно. Вот проект, который был сделан в Перми, называется Мопель. Вот это как раз тот пример, о котором я говорил. С технической точки зрения все классно, с точки зрения идеи не очень. Значит, вот тут вот куча разделов образования, бюджет, медицина и инфраструктура ЖТХ. Открытые данные это не то. И вот здесь вот эти разделы, везде карты. Они всю информацию, которую нашли, нанесли на карты. Школы. Вот это карта возраста домов. Там что еще? Самые крупные закупки госбюджета, детские сады, дороги, ремонт дорог. Для этого что? И потом так, а что дальше? Такая пауза. Никто не знает, что делать дальше. Вот это главный вопрос. Нужно решать, что делать дальше. То есть, может быть, это все объединять. И, кстати, что делать дальше, я покажу в другом примере. Вот что сейчас делают эти ребята, которые, на самом деле, пошли с этим проектом к людям. И стали говорить, а что вы хотите? Ну, наконец-то, это правильно, сейчас стартаперы, мы наконец-то обратились к людям. Людям сказали, а нам это все не надо, нам надо с ЖКХ. И вот они стали делать такой проект, связанный с ЖКХ. Сюда можно занести информацию о себе, отключить управляющую компанию. И получать всякие платежки, фиксировать свои показатели. Но там много открытых данных по домам, по инфраструктуре, по управляющим компаниям и так далее. И вот тут как раз и произошли к важной мысли, что не во всех проектах нужно ждать эти данные открытые от государства. Часто их стоит искать самим или, например, делать запросы. Вот мы довольно, на самом деле, плотно начали работать с нашим профильным министерством в Персском крае. И они нам говорят, дайте нам запрос. То есть они ждут тут реально. Они приходили к нам несколько раз на мероприятие, просто чтобы получить листочек, на котором все там разными почерками написали, что бы они хотели увидеть. Потому что, ну, вы видите, понимание, это действительно те люди, которые отвечают за запросы открытых данных. Вы такого понимания навряд ли добьетесь от каких-то других ведомств, которые вам скажут, идите отсюда, не мешайте работать. А те, которые занимаются этим, они действительно могут попробовать, попробовать вам помочь. Они говорят, мы ничего не обещаем, но дайте нам запрос, что вы хотите. Мы вот начинаем формулировать. Нам надо вот это. И второе еще здесь, и третье, это собирать свимки с помощью людей. Вот, например, самый яркий проект сегодня в мире, самый яркий, это SafeCast, вот здесь тоже ссылка. В Японии была Фукусима, и радиоактивность загрязнения началась на территории острова. И, как ни странно, там люди тоже не очень подавляют государству, не только мы. Вот, и люди начали сами собирать информацию о загрязнении. Они распространяют датчики бесплатно. Люди устанавливают их на автомобили, и вот это вот эти темные дорожки. Это люди ездят по дорогам, и, видимо, еще на катерах ездят, видите. И люди ходят еще в кармане, наверное, где-то в сумке эти датчики носят. Эти датчики постоянно передают информацию о радиоактивном загрязнении, и вот она карта в режиме районного времени. Как не зайдешь на этот портал, там либо вчерашний день, либо сегодняшний. То есть там постоянно все это видно. То есть люди сами о себе заботятся, сами данные собирают. Я не хочу сказать, сколько там этих датчиков, но я думаю, что уже тысячи этих датчиков. Вот проект Пермский. Природа в Перми, он такой немножечко, может показаться вам таким смешным чуть-чуть, но здесь такие вот, как картиночки. В чем суть? Экологи начали делать что-то вроде инвентаризации всех природных объектов города. Редкие деревья, животные, птицы и так далее. И они это все собирают с помощью людей. То есть они, ну где-то сами, конечно, а в основном в группе ВКонтакте им пишут, вот мы там видели белку, например, они это заносят. А вот тут у нас там леса живет, там на окраине городе. Вот это соловьи. Это они с этого начали. Они летом прошлого года, и в этом тоже будет, организовали поездку на велосипедах, по этим соловьиным местам подтвердили 90% этих мест. Ну вечером там, ночной тур, очень длинный. Они слушали соловьев, они подтвердили 90%. То есть это реальная карта. Здесь вот интересно, как это работает. Во-первых, этим заинтересовалось государство, как ни странно. Выясняется, что у государства нет информации вообще, что происходит в городе. Сколько у них там деревьев, они не знают. То есть они не знают вообще ничего. Получается, они говорят, о, давайте мы с вами будем вместе, присоседимся и так далее, а вы нам эту карту там как-то вот ага. Во-первых, это интерес со стороны государства, условно говоря, с ним, наверное, сейчас можно как-то там совместные проекты делать, хотя бы торговаться, ну ладно. Вторая история интересная, этим заинтересовались риэлторы сейчас. И они говорят, ой, слушайте, а давайте вот эту карту мы совместим с нашими там новостройками, и мы будем показывать, что вот тут у нас такой вот экологический уголок, у нас тут дубы растут, там лиственницы, у нас тут соловьи поют, и там еще черт-черк-черк. И они говорят, ну, мы подумаем, то есть есть какие-то теперь перспективы на развитие. Сами они теперь с этой картой, кроме поддержки, устраивают кучу мероприятий экологических, да, то там очистка, там речки, то какие-то вот такие вот квесты там по экологическим местам, по поездке по словам, эти все данные у них собираются в открытом виде. У них, конечно, не так их много, это не всегда это совершенно, но это совершенно точно данные, которые полезны. Да, можно я добавлю немного? Да. Я бы хотел добавить, что вот у нас в Робинянске тоже есть сообщество OpenStreetMap. Вот. Оно будет, да? Нет, OpenStreetMap, это очень хороший пример, но... Нет. Скажите, Аля. Ну, я просто хотела сказать, что есть вот этот проект, он вообще, ну, международный, можно так сказать, то есть это не российский проект, это открытая карта, это аналог гугл-картам, да, то есть и люди, вот у нас есть волонтеры, их там человек пятен, друзья, которые просто ходят по дорожкам, ездят на велосипедах, а они отмечают объекты какие-то общественного пользования, там, я не знаю, где пешеходная дорожка проезжает, там, где стоит урна, где есть парковки, где велосипеды и так далее. И плюс они границы примеряют тоже, то есть очень часто не совпадают официальные данные с тем, что есть реально в жизни. То есть они это все отмечают, где-то лейтинг, где стоят и так далее. И то есть они все равно это делают, им просто интересно, то есть реальную информацию можно в общем-то обучить в своем регионе. Да, спасибо, Надежда. Это очень хороший пример. OpenStreetMap это как в Википедии, только на карте. Там действительно много данных, и в том городе, где есть активисты, она действительно актуальна. Скажем, в Москве такие активисты есть, в Ульяновске. Переходить таких активистов нет. К сожалению, я не могу похвастаться сенсами. Но это действительно, и причем эти карты бесплатные в смысле лицензии, если вам понадобятся карты с OpenStreetMap, можно в статическом виде получить, динамическом и так далее. Ну вот последнее, о чем я хотел бы сказать, как эти данные обрабатывать. В зависимости от того, что вы хотите делать, вам потребуются разные инструменты. Есть описание работы с этими инструментами в видеоуроках на сайте Теплицы. Скажем, первый ряд, инфограмм, табло, изли, пикточарт. Это сервисы для создания графиков и диаграмм, и инфографики вообще. И это очень удобно, потому что, ну, надо остаться только таблицу вставить, и у вас что-то получится. Второй ряд сервисов, как карта DB, у Шахиди, это те сервисы, которые вам помогут работать с гео-информацией. Скажем, вы берете таблицу с данными. Это мы со студентами недавно делали алкогольную карту Перми. Ну, в хорошем смысле алкогольную. Мы взяли информацию о компаниях, которые имеют лицензию на продажу алкоголя. С помощью карты DB, буквально в два щелчка это наносится все на карту. И сразу же в этой карте была же информация о том, что это за заведение. Ну, условно, магазин, там, бар, хафе, ресторан. И мы увидели еще в цветах это все. И это довольно быстро, интересно, все нужно опубликовать. Потом можно это уже дальше анализировать, задать вопросы и так далее. Скажем, вот, насчет задавания вопросов, хотел сказать, это уже последнее, что я скажу. Пожалуй, что пока мы, если не прогнозировать можем, то, по крайней мере, формулировать вопросы. Вот те ребята, которые сделали нам вот этот вот сайт, Моперин, они в том числе там нанесли на карту информацию о ремонте дорог в Перми. И выяснилось внезапно, что все вот эти вот подрядчики, они каким-то чудесным образом сконцентрированы по районам города. То есть, казалось бы, там, закупки, открытая информация, открытый тур, конкуренция. Ничего подобного нет. Все ровненько, цветами, в каждом районе свой подрядчик точно. Хотя известно, что торги были разные. То есть, это не ронг, а одного лота, это отдельные торги. Но они как-то очень красиво все распределились. Надо сказать, что журналисты, которые были в зале, очень этим заинтересовались. Просто нанесение информации на карту показало эту информацию в другом совершенно свете. Да даже никто и не предполагал, что это выглядит вот так. И потом уже дальше как раз пора задавать вопросы. И вот как раз на этом я хотел бы закончить, что открытые данные это то, что сегодня в перспективе нам поможет прогнозировать нашу жизнь, но пока, по крайней мере, поможет понять проблему и сформулировать правильный вопрос. До новых встреч!